Больше трех часов может длиться партия в этой игре. И хотя количество движений в ней минимально, спортсмены развивают и силу, и выносливость, и глазомер. Сегодня наш корреспондент Павел Марчуков изучил азы нашей национальной игры «Городки». Всей собранной информацией он уже готов поделиться в традиционной рубрике «Лаборатория спорта». Русский боулинг. Именно так еще называют городошный спорт. Он насчитывает 200-летнюю историю и зародился исключительно в нашей стране. Тогда же были придуманы и правила. Броском бита нужно выбить за пределы разметки фигуру, которая составлена из деревянных цилиндров – городков. Впрочем, мне, как новичку, для начала нужно научиться обращаться с главным снарядом для игры. И в этом мне помогут лучшие городошники Иркутского района. Как правило, начинают с того, как правильно держать биту. Существует короткий, мелкий хват, средний хват и глубокий хват. Каким хватом держать снаряд решает каждый спортсмен – главная техника броска. Его важно осуществлять правильно – исключительно прямой рукой и ладонью вверх. Тогда шансы выбить фигуру увеличиваются. Максимально за один бросок можно заработать пять очков. Вроде на словах это все кажется просто. Сейчас посмотрим, как это все мне будет даваться на деле. Сила есть, ума не надо. Но в городках он как раз-таки важен вкупе с меткостью. Ведь перед фигурой есть специальная штрафная линия. Если битая ее заденет, то бросок не будет засчитан. А чтобы не было спорных ситуаций, линию посыпают песком. Это делают в перерывах между бросками. Тогда же спортсмены и строят фигуры из городков. Игра начинается с самой простой. С каждым броском сложность этих конструкций возрастает. Самое трудное называется письмо. Но мне еще рано ее выбивать. Поэтому возведу что-нибудь попроще. Строим фигуру под названием пулеметное гнездо. Всего таких фигур в городках 15. И при каждом строительстве нужно выбирать идеальную геометрию городков. И сейчас возникает ощущение, что строю карточный домик. Весь инвентарь в городошном спорте самодельный. Вытачивает его на токарном станке. Только биты дополняют железными вставками. Благодаря им снаряд становится более прочным и тяжелым. Профессиональным игрокам биты делают на заказ в Санкт-Петербурге. Стоимость может доходить до 10 тысяч рублей. Но городошники нашего региона предпочитают на это не тратиться. По большому счету на эту игру можно не потратить ни копейки. И при этом она отличный вариант активного отдыха. Это интересная игра. Она называется игра пенсионеров. Здесь возрастная. Здесь не нужно бегать, не нужно прыгать. Здесь нужно просто подойти и с точностью ударить, выбить фигуру. Развивает глазомер, силу. То есть тоже выносливость. На это нужно сколько времени походить, поставить фигуру. На соревнованиях длительность игры может доходить до трех часов. Об этом городошники нашего региона узнали в середине прошлого века. Тогда этот спорт активно развивался. 15 спортсменов стали мастерами спорта благодаря победам на чемпионатах и кубках страны. Но сейчас турниры такого высокого уровня для наших игроков в городке скорее мечта. В 2016-м закрылась региональная федерация этого вида спорта. Поэтому традиционные сельские игры это, увы, максимум, на который могут рассчитывать спортсмены области. Если судить по сельским играм, на которых есть у нас этот вид спорта, городки, то есть каждое муниципальное образование выставляет своих спортсменов. Но все спортсмены уже остались любители, то есть как бы мастеров спорта их практически уже нет. Развития конкретно городошного спорта сейчас в регионе у нас нет. Хотя раньше вот у Соли-Сибирска было одно, которое единственное оставалось, где дети занимались. И все, теперь и они закрыли. Сегодня же, благодаря нам, впервые за несколько месяцев лучшие городошники Иркутского района собрались на импровизированный турнир. Принимаю участие в нем и я. Играть будем в парах. Задача за 10 бросков выбить как можно больше фигур. Впрочем, для меня правила существенно упростили. Мне дают небольшое послабление. Я буду бросать биту с так называемого полукона. Это когда расстояние до городков около 6,5 метров. А на самом деле спортсмены бросают чуть дальше с кона. Это когда расстояние до городков уже больше 13 метров. Конечно, попасть из полукона для меня на самом деле большая удача. За 10 бросков я выбил городки всего лишь два раза. Но результат сегодня для меня не был важен. Я понял, что городки это один из самых редких видов спорта. И если им не заниматься, то со временем он останется только на страницах книг и в мультфильмах. Павел Марчуков, Владимир Пинаев. Новости по будням.